МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить». Наши авторы расскажут о последних событиях рязанской жизни, а эксперты дадут авторитетные заключения по поводу совершившегося. Коротко о сегодняшних темах. Схватили сзади и начали душить в сегодняшней программе фрагменты видео с показаниями разбойников, напавших на рязанского таксиста. Погорельцы. Репортаж из Рыбновского района о том, как живет мама с двумя несовершеннолетними детьми после того, как пожар уничтожил их дом. Они назначены. В рязанской администрации появились новые руководители крупных структурных подразделений. Пресс-служба администрации Рязани сообщила горожанам о назначении новых начальников управления. Работу с населением отныне возглавляет Александр Кулаев, а городским планированием, пространственным развитием и транспортной инфраструктурой будет командовать Елена Фирсова. Новых руководителей вчера на заседании коллегии администрации Рязани представил мэр Виталий Артемов. Надо сказать, что Александр Кулаев сразу, что называется, взял быка за рога. Возможно, сказалось, военная косточка. В свое время он окончил Коломенское артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции. Также у него еще два высших образования по специальности юрист и менеджер. Александр Кулаев по-военному стремительно провел совещание с представителями местного самоуправления. Говорили предметно, потому что делал свое новый начальник управления по работе с населением на территории Знайтуга. И как раз изнутри до приглашения на должность он был директором управляющей многоквартирными домами компании «Жилсервис». К другим темам. Недавно в рязанских средствах массовой информации прошло известие о пожаре в деревне Ходынино Рыбновского района. 4 января наступившего года здесь напрочь сгорел жилой дом. Позже выяснилось, что жительница, ушедшего в небо вместе с дымом дома, Наталья Каскина и ее несовершеннолетние дети, остались не только без крыши над головой, но и без вещей, без денег и вообще, как говорится, без ничего. Наталья едва успела схватить пакет с документами, все остальное уже нет. Сегодня в программе снятый в Ходынино Натальей Новиковой репортаж, он же просьба о помощи. Жительница рязанского села Ходынино Наталья Каскина просит помощи неравнодушных людей. После пожара женщина осталась без жилья с двумя несовершеннолетними детьми. Пожар произошел 4 января во время новогодних праздников. Как произошло? Мы все были дома, потому что были праздники, отдыхали. И где-то около 8 отключился свет. Но так как мы живем в деревне, у нас это часто явление, поэтому не придали значения этому. Через какое-то время я слышала крики о помощи, что кто-то кричит. Так как рядом магазин у нас, и были праздники, думаю, может быть там. Но вышла на крыльцо посмотреть, что такое. И увидела, что в калитку в соседнюю квартиру забегает соседка и кричит Наташа Магарин. А дом, так как у нас он вытянутый, 4 квартиры, я когда повернулась, увидела, что с последней квартиры уже внутри там все полыхало и загоралась уже крыша. В настоящее время Наталья вместе с гражданским мужем и двумя детьми 8 и 12 лет проживают в однокомнатной квартире ее матери в той же деревне. Ну кто-нибудь, вот то, что соседи, вот как-то деньгами там кто, ну кто что. Да, вот со школы, ну это уже когда начали учиться. Вот. Со школы учебниками помогли. Администрация, ну с администрации я получила 10 тысяч. Ну а насчет того, что не обещают вам жилье какое-то было? Обещают пока общежитие на время, а так как мы относимся к селу, ну администрации как бы трудновато там будет. Ну не знаю что. Семья нуждается в одежде, посуде, технике, необходимой школьной принадлежности тем для детей. В чем школу ходишь? Вещи все сгорели? Да. А в чем теперь ходишь? Что дали, то и хожу. Выгорело все действительно дотла. Местами пожар не оставил даже стен. Тут вот огород наш был. Вот. Здесь у нас постройка была, вот у нас и у соседки мансарда была. Вот у нее уже все отделано было, мы тоже вот собирались. А пожар начался вот с этой вот, с последней квартиры. Пока лазили по руинам, подошла знакомая Наталья, и мы невольно подслушали разговор. Нет, Наташа, долгий путь. Это хлопотать, 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 надоедать надо, унижаться. И вот тогда, ну ничего, Наташа, можно и дойти и выше, идти. Как это так? Ну вот обращаюсь куда могу. Вот люди помогают. Сейчас требуются деньги, а вещи для детей. Если кто-то что-то может помочь, пожалуйста. Буду очень благодарна. Чего хочешь вот в этом году? Потому что все было хорошо. Сегодня нам удалось получить новые видеоматериалы по делу о недавнем нападении на рязанского таксиста. Его подрядили на рейс в Захаровский район, но вместо расчета водитель едва не получил смертельные травмы и оказался за бортом своего такси ночью в чистом поле, да еще при 20-градостном морозе. Говорит и показывает Оксана Тебенихина. История с разбойным нападением на рязанского таксиста имеет свое продолжение в нашем сюжете. Напомним, двое молодых людей в сопровождении с девушкой, сев в такси на площади театральной, приняли решение, которое в дальнейшем вышло им боком. Они ограбили водителя и угнали автомобиль. Сегодня мы получили оперативное видео с показаниями злоумышленников. Когда водитель прям чуть-чуть тронулся, я взял вот такой рукой, зажал, ну и сказал, давай, говорю, останавливайся по-хорошему. Телефон на панели, чтобы позвонить никому не смог. Говорю, кинь телефон на панели. Я сказал водителю вылезти, ну водитель вылез из машины, и я тоже сел, перелез сюда, ну на водительское сидение, ну за роль автомобиля и поехал в сторону деревни. Таксист, не имея возможности позвонить в полицию с места происшествия, был вынужден в 20-ти градусный мороз добираться до оживленной трассы. Остановив машину, он первым делом позвонил в полицию. Было установлено возможное лицо, причастное к преступлению, и на место его жительства отправились сотрудники. Были замечены разыскиваемые автомобили, которые находились уже в кувете. Из данного автомобиля пытались скрыться лица, которые были задержаны и которые явились в ходе дальнейшего разбирательства с теми преступников, которые похитили данный автомобиль и обокрали данного гражданина. Я ключ вычислил, взял оттуда деньги, все, водитель вышел, Сашка пересел сюда, девчонка сидела сзади. Вот, Сашка завел, и мы поехали с ним. Ну вот, потом по дороге взяли еще бутылку, распили, вот, потом увидали, что где-то сотрудники полиции на десятки на белой. Сашка увидал их, ну и начал от них уходить. Вот, нас занесло, и мы врезались в дерево. Сейчас разбойники рассказывают о происшедшем с неким подобием сожаления. Один из молодых людей ранее уже был судим. Возможно, именно он и стал инициатором рязанского ограбления века. Мобильник 2000 рублей и разбитый автомобиль, символизирующий бабки на корыто из сказки про золотую рыбку, не смогли реализовать мечты о красивой жизни двух рязанских ребят. Сегодня областная прокуратура провела заседание коллегии. И речь шла об итогах ушедшего года и приоритетах на год 14-й. С подробностями Глеб Галушкин. В итоговых докладах прокуроров отмечено, что криминогенная ситуация в Рязанской области остается стабильной. Общий рост числа преступлений незначительный, чуть более полутора процентов. Впрочем, есть и положительные моменты. Тяжких преступлений стало меньше, в среднем на 10 процентов. Что касается надзора за соблюдением законности, то основной акцент, по словам прокурора Рязанской области Сергея Легостаева, сейчас делается на предупреждение возможных нарушений еще в стадии разработки законопроектов. Приоритетом работы прокурорских работников по-прежнему остается борьба с коррупцией, особенно в сфере государственных закупок. Вчера вечером на трассе Рязань-Спаск погиб еще один водитель, ставший жертвой грубого нарушения правил дорожного движения. Самой горькой, что он не вернулся домой из-за того, что молодая автолюбительница решила лихо обогнать пассажирскую. Газели на полном ходу выехала навстречку. Вчера вечером на 9-м километре трассы Рязань-Спаск произошла страшная авария, в результате которой погиб 42-летний мужчина. Виновницей аварии стала молодая девушка, жительница Орловской области, которая, решив обогнать Газель, выехала на полосу встречного движения. Во встречном направлении двигался автомобиль Рено Меган, водитель которого, чтобы избежать столкновений с Пежо, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Газели. В результате происшествия от полученных травм погиб 42-летний водитель автомобиля Рено. Нарушила одна, а погиб другой. Такова трагическая диалектика жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодня все. Завтра будем подводить основные итоги уходящей недели в аналитической версии нашей программы. Так что всем хорошего вечера и до пятницы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА